доброго времени суток дорогие друзья здесь на ческами с вами говорит гроссмистр алексей ермолинский закончился турнир в праге далеко не так как мы ожидали то что случилось в последних двух турах просто ну какой-то даже не знаю как это назвать вообще качели карусели в общем все смешалось и в итоге вот что у нас образовалась таблица неправильная немножко поскольку включает результаты двух партий плей-оффа которые феруд же выиграл в виде только два человека играли поскольку у них были лучшие показатели по тайбрейку чем на самом-то деле феруд же выиграл обе партии то есть выглядишь у него 7 очков но это все это неправильно на самом деле 5 из 9 5 человек делешь первого пятого мест но это редкий случай конечно он ли чтобы вы получается так только плюс 1 они набрали конечно трудно занести кому-либо из победителей этот результат свой актив наверное феруд же может поскольку все-таки первая победа в сильном турнире много еще у него будет побед впереди ну а как она была достигнута с каким счетом это уже не так важно история наверное об этом забудет ну другой участник это сэм шанквон который вот я говорил в прошлом репортаже как он неудачно стартовал проиграл партию в виде то в первом туре но бился боролся в каждой партии даже когда он не мог использовать сразу свои шансы он следующей партии в партии давил и так получилось что сумел сэм в конечном счете вклиниться вот так вот группу лидеров и тоже в дележе ну давайте все-таки к партиям поскольку время мало разговаривать обо всем этом с чего все это началось вот в восьмом туре вчера который игрался видит у него чтобы у него было плюс 3 ближайшие преследователи витюгов и феруд же у которых было по плюс 1 играют белыми с давидом наварой который ну скажем так в турнире играл неудачно все трудно играть на своем поле наверно внимание прессы болельщиков скорее всего его отвлекает похоже как вот карлсон не получалось у него играть дома в норвегии вот в этих турнирах норвей чесды на олимпиаде в трамсо помним мы это ну в общем не просто это дело но началась эта партия а три была сыграна система петросяна в новоиндийской но только вдруг вместо хода конь c3 неожиданно белые пошли слон f4 на самом деле я эту систему играл за белых только без хода а3 обычно черные реагируют шаг дают на b4 здесь какая-то странная смесь ну в общем я не знаю d5 хода плохим быть не может поскольку это ну такая классическая реакция в центре особенно если белые как-то а3 пошли но я не знаю в общем будет можно выбирать конечно быть пешкой на d5 ну сыграл давид так и сыграл ну не знаю может он все-таки недооценил вот это е4 е5 может было этого не давать пешка пошла вперед и получилось что на в ответ на логичный подрыв в центре у белых всегда есть ход d5 который неприятен то что теперь слон на f8 остается у коня отняли поле тоже этой пешки на c5 в общем это нехорошо поэтому давид решил немного подождать думал может быть удастся расширить это фианкета пойти b5 но видит то не стал ничего дожидаться он пошел в себе вперед такая ситуация бить на d5 плохо конечно белые возьмут ферзем быстро рокируется в длинную сторону и создадут много проблем правильный ход наверное был конь c5 пусть в эншпиле конечно фианкетированный конь не будет украшать позицию черных зато это будет эншпиле как-нибудь может быть разменяться ну хорошо или здесь пойти конь c5 какая разница меняться на все равно нужно в общем были здесь шансы на уравнение давид пошел c6 видимо ожидая что слон куда-то уйдет потом можно конь c5 у слон то ушел да только не туда блестящий удар ну конечно это классика отдать фигуру потом тычок пешки чтобы вытащить короля поближе мы видели это уже много раз но тем не менее все равно производит эстетическое впечатление чек королю шах ну что теперь делать потом говорили компьютерные специалисты надо было играть король d6 ну это легко сказать для того чтобы сделать такой ход нужно понять что нормальный ход короля всем не удовлетворителен тем более что здесь вы заметите наверняка ход конь d4 и на c7 убежать сразу не удастся там вилка белые понятное дело угрожают аркироваться в длинную сторону угрожают они также ходом конь е4 шах в общем я не знаю как тут спасаться поэтому я оставлю это компьютерным специалистом ход был сделан человеческий ну наверно просто уже недостаточно сантош пошел энергично вперед конем врывается на d6 ну даже облегчить как-то эту ситуацию невозможно было если уйти королем на f8 белый также могут и взять вот если здесь черным надо ходить слон c8 а похоже другого хода нет то в общем можно анализа прекращать мы уже знаем много мы подобных атак видели но невозможно владение скоординированных король в опасности у белых все фигуры работают в общем защита здесь не будет а о том с какого хода начать ну наверное владею вот сюда чтобы не было ферзи 7 но не невозможно представить как черные здесь будут бороться ну ладно пошел ферзи 7 он и белый дали шах король f8 критический момент партии и всего турнира все что здесь осталось сантошу это закончить свою атаку убедительно для этого был ход ферзи c2 сохранить ферзи подготовить ход ладья h1 не взять она h7 мы туда не смотрим зачем менять эту ладью на h8 нет ладью в центр напасть снова на ферзя ну а там уже видно будет слон на b7 висит забрать его можно будет наверное потом а защищать его у черных откровенно говоря времени нет я думал что единственный стоящий рассмотрение ход был бы конь е5 но тогда вы понимаете белый отыгрывает фигуру это уже неплохо ну скажем же 6 там же 5 еще исход может быть более правильно но я же 6 посмотрел но здесь честно говоря делал черных безнадежно просто белые отыграли материал черный король лишен прикрытия ладья не играет попробовать ее вывести ну конечно белые могут f5 пойти а есть еще симпатичный ход ферзи 4 чтобы воспрепятствовать король g7 отходу ну а если черные пойдут c5 теперь после двух шахов у белой ладьи есть такая клетка на d5 ладья приходит на d7 ну и в общем на этом занавес опускается видит набирает плюс 4 и выигрывает турнир последний тур наверно был бы формальностью вот чем он был просто формальность вместо этого забрал на е7 ну психологически где-то можно понять я лидирую в турнире уверенно но у меня сейчас лучше эншпиль вся атака оправдалась жертва оправдалась но может быть еще дело в том что сантош ожидал что напрямую сейчас выиграет просто напрямую пойдет конь g6 вот изобретатель новара сделал такой ход выяснилось что конь g6 то не так хорошо да качество забрали но конь с b7 теперь не вернется на него нападут и съедят его результат партии под сомнением сантош собрался сделал правильный ход король b1 нужно отвести короля чтобы угрожать взять на c6 и это тоже сделал правильно ну все следующим ходом он берет на c6 защиты от этого особенно никакой не видно ну трудно обменять навара в том что он попробовал свой шанс взять на а3 что делать так уж партия сложилась но здесь же ну совершенно безнадежного черта смотреть не на что 2 в 1 и 7 конь активный такой сделал хороший ход сейчас пойдет конь g5 то конь f6 еще грозил выиграл пешку черный играет ладья d8 ну если можно как-то еще понять почему видит не пошел ферзь c2 но почему он здесь позволил черным разменять пару ладья это уже понятия не все как же так можно играть ну вот шах теперь b3 защитился от мата грозит конь f6 но это вообще смотреть не на что я думаю что конь d5 пойдут здесь очень большой белых выбор выигрывающих продолжение я наверно начал бы с конь g5 угрожаю ладья g8 конь f6 да что вы это же мат два хода и конь e6 нет ни в коем случае ладьёй пришлось бы вернуться но можно этого коня еще завести значит конь черных не играет ладья с h8 не играет потому что ладья f8 будет мат это ладья висит ну ладья куда-то пошла ну не знаю ладья а7 ну все пора складывать складывать по жидке все закончилось не знаю невозможно мне понять как видит упустил такую возможность дать ладьёй шах вот этот эншпиль знаете вот шпиля при ладьях и конях тут очень трудно всегда реализовать пешку лучше всего когда король там вместе с фигурами проходная пешка тогда ну по крайней мере как-то легче играть а здесь непонятно что делать кругом полно тактики и выяснилось что даже у конёвый шпильта не выиграть у белых пешки плохие вот эти три против одной но сдвоенные не позволяет сделать две связанные проходные шансов на выигрыш не было почему видит продолжил ходить и не согласился на ничью после контроля я думаю потому что все-таки у него были воспоминания о том насколько у него было выиграно просто не мог остаться с партией и как часто это бывает но заигрался скажем так ну даже это еще не так страшно ну здесь ничья там ничья ну мог повторить хода вышел королем на d4 но наверное не нужно было это все но здесь еще мог стоять водя 1 в принципе никто ничего не может сделать пошел c5 это было уже напрасно вот после хода b5 у черных образовалась такая самоходная структура с которой все блицоры хорошо знакомы ладья и вот эти две пешки ну все движется само собой значит эта пешечка вперед потом ладья потом это вперед потом b догоняет а наконец ладья b1 ну в белом нужно что-то делать против этого и лучший ход был пока пойти так дождаться b4 потом напасть на эту ладью и теперь отрезать черного короля от пешки c ну тут если посчитать этот вариант если черные погорячатся и пойдут в воде b1 как бы они тут не проиграли вообще белые то ставят ферзиа с шахом потом могут какие-то шахи найти чтобы забрать пешку на a2 тогда выиграют не уверен я по крайней мере что черные здесь могут избежать поражения лучше конечно с этим не связываться и после хода c6 сделать там человеческий ход ну и в общем партия должна завершиться в ничью разумеется белые то абсолютно ничем не рискует могут могут даже сделать вид что они играют на выигрыш но на самом деле не получится если досмотреть до конца скажем так ну могу сюда пойти теперь надо нужно аккуратно или короля убрать чтобы потом следующим ходом пойти в одеже 6 ну в общем не напугаешь здесь черных они ничего свое держит но был бы это все законным результатом партии но заигравшийся видит пошел же 4 что просто опаздывает элементарно были сделаны совершенно очевидные ходы давид наверное сам не удумевал как же так я вдруг выигрываю эту партию но с другой стороны что отказываться остановил черные пешки а против пешек a2 и b2 уже микстуру не выписывает уже поздно ну вот эта партия вообще все повернула поставила все как говорится на папа в то же самое время одновременно со всем этим была была совершенно загадочная партия игралась никита витюгов играл белыми с с дудой это восьмой тур опять же так быстренько сейчас наклеиваем следующую партию проскакивают тучу ходов дебют миттер шпиль давайте до критической позиции там дойдем ну вот никита играл хорошо то есть он пожертвовал пешку замечательный жертва пешки против коня на бессе он играл и централизовался прекрасно дуна наверное мог играть осторожнее но это не в его стиле он верит в свои тактические возможности может быть даже больше чем нужно но это не он один а лехин еще писал алейхин правда правильно говорить недавно я научился что когда я был молодой то я верил что комбинации меня всегда выручит потом я только уже осознал что так не всегда бывает но вот здесь тоже белом ну опасная позиция у черных очень опасная дуда рассчитывал на такую защиту защита хорошая но очень сильный ход король h3 по прежнему проблемы компьютеры говорят что нужно было все это игнорировать играть b4 и у белых ничего нет но я ничего в этом деле не понимаю ну может быть оно и так но не знаю честно говоря почему компьютерам лучше знать дуд это сделал более человеческий ход атакующий коня в ответ на что никита как крепкий позиционер отреагировал тоже позиционным ходом но это уже не надо было делать лишнее это было можно было сразу идти в атаку подготавливая ну что подготавливая да ход ладья е7 как только шаг последует уже это будет мат некуда ж деваться ну в цветноте всяко конечно бывает может быть и этот ход ладья на а4 был неудачный дуда конечно хотел пойти ладья е7 ну вот так угрожая ферзь c6 единственный ход делать нечего больше здесь никита к своему горе заметил что он может наконец-то что-то поиметь со своей инициативой пошел так чтобы выиграть ферзя за ладью и коня ну позиция которая получилась я не знаю скорее она все-таки ближе к ничьей если бы этой возможности не было наверняка внимание витягу привлек бы другой ход коня который просто партию выигрывал вообще ну потому что можно вот поставить сюда коня заблокировать этого ферзяна c6 и вот ладья е8 шах нет защиты блокировка сдаваться надо мат просто в несколько ходов после ладья е8 а здесь ну наконец контроль был сыгран хода были все сделаны ну по идее вроде должна быть ничья но конь на д8 по-прежнему ужасно стоит и Никита продолжил нагнетать давление здесь наверное нервы не выдержали у Дуды поскольку он пошел уже 6 ход то был совершенно необязательный наверное нужно было просто стоять в адье и посмотреть еще как белые там выигрывают после этого хода у него слегка король приоткрылся нежелательно но здесь очень хороший был ход был сделан h4 отказываясь от преждевременного f6 в ответ на что черные довольно легко держали оборону и вот теперь h4 но следующий ход Дуды был награжден вопросительным знаком опять же люди смотрят на компьютер компьютер показывает что ладья бета в 5 проигрывает но Дуды этого не знал ну хорошо давайте посмотрим на альтернативу а какой вообще ход делать ведь ход то надо делать какой то в шахмату ну вот как вот здесь играть я честно говоря затрудняюсь что-либо предложить может быть конца 6 можно было сыграть но конца 6 тоже ведет к материальным потерям сразу же да потом забирает этого коня то есть h5 h5 компьютерная рекомендация ну давайте рассмотрим что за рекомендация такая f6 ну на самом деле может быть в два хода белые не выигрывают но партию то они выиграют поставят ну пешку вперед ну бить на h6 это как только пешка сдвинулась с первоначальной позиции практически все эти окончания безнадежные черные черные не могут у них тылы слабоваты зайдет белый ферзь за пешку и постепенно оттесняет короля от пешки f6 ну так можно сыграть затянуть борьбу но это просто затягивание борьбы без создания каких-либо трудностей противников а здесь белые просто выигрывают приводят себе короля на g7 партия заканчивается вот так вот так что не знаю как можно критиковать взять на f5 тем более от того что это теоретически выиграно и даже в этих ломоносово там есть в этих базах но это не значит что это легко играть первое что я могу заметить без без пешки на a6 черные делают ничью но они бы вернулись бы ладьей на шестой ряд у них есть два поля надежных е6 защищенный а6 на которые ну собственно напасть нельзя толком поэтому ладья ходят между ними это теоретическая ничья еще григорьев знаменитый российский потом советский мастер доказал что спешкой на a6 позиция оказывается проигранной поскольку черные попадают в какой-то момент цукцванг ну вот скажем есть такого я набросал какие-то варианты ну просто покажу вам интересы ради ну вот на f8 пускать конечно нельзя ну вот получается такая ситуация эта позиция все равно будет достигнут так или иначе вот здесь в этот момент это атака на ладью но это на самом деле двойной удар потому что вторая угроза это пойти на f8 кажется что черные могут блестяще спастись этим шахом но они уже не спасаются они не могут вернуться король g7 поскольку ладью свяжут также ну если сыграть сюда ну такой аккуратный ход нельзя король g7 ферзь e5 ну а это все ненадолго это уже не поможет шах еще шах красивое перемещение ферзя и теперь ферзь d4 но это один из вариантов их намного больше есть намного более сложные но я не знаю что знали об этом об этом окончании оба противника ну видимо ничего поскольку ну никакого плана в их игре особенно в игре витюгова я вообще не видел ну вот хотя пешку на h5 он в какой-то момент поставил но поставил он ее в неудачный момент когда черная ладья пришла на g5 и стала эту пешку атаковать этого тоже в принципе ну допускать было ни в коем случае нельзя если бы еще король ставил на h4 может быть было бы выиграно поскольку черные могли попасть в цунг они же не могут пускать белого ферзя на f6 но здесь при короле с этой стороны ну просто пешка на h5 берется и партия закончилась в ничью здесь пешку f7 уже не сдвинуть с места ну никита страшно расстроился даже видимо может быть даже так же как видит видит правда еще и проиграл никита хоть ничью сделал но в общем оба они были неузнаваемы в последний день видит попал под атаку под паровоз и проиграл дудя а никита не очень уверенно играл против против шенк он да тоже потерпел поражение причем в один момент давайте сегодня видео сделаем подольше ну такие интересные партии просто просто даже грех с ними расставаться сейчас покажу что из что там произошло ну да вроде бы вот этот английская защита как и иногда называют но выход на борьбу ну ешь какой-то такой на стандаршоу конь c6 просто простого не хотел просто играть прямого ежа там в принципе проблемы серьезные ну вот по рекомендации Бориса Васильевича Спаскова белые могут вполне играться в длинную сторону здесь Никита пошел конь е5 спровоцировал ответ который ну скажем так сомнительный довольно у белых был неплохой стандартный ход конь b5 а что еще нужно прийти на d6 все-таки эта печечная цепь здорово ограничивает черная фигура ну не знаю после f4 сюда е5 все это конечно выглядит угрожающе но белые тоже так надвигаются и открываются открывается какая-то вот эта периферия вот эти поля за за белыми пешками ну свон е2 ну не знаю ну думаю что в нормальном состоянии Никита он конечно шахматизм снова позиционный поэтому ну как-то вот он видимо думал больше о том какая печечная структура как ее исправить как и что ну ну все равно наверное в лучшем он был бы состоянии ну наверное заметил бы такой ход но это грандиозный поворот событий после чего черные забирают на g2 возможно еще на f4 и вообще стоят лучше если не выигран не смог найти свой б4 просто не настроился в этом наверное причина почему по большому счету вне зависимости от турнирной ситуации я знаю что так не всегда получается нужно играть свою игру нужно играть так вот как ты играешь все таки на чужой территории вот эти вот позиции без каких-то прямых позиционных ориентиров где нужно вот на такую тактику полагаться ну вот дуди это играть самое то а наверное никите ведь угол все таки не стоит он пошел f5 ну не то чтобы у него очень плохо здесь ну может быть похуже ну как то партия в общем и целом у него пошла под откос время у него стало поджимать он зевнул этот удар ладья беда 7 шенкланд молодец конечно здесь особенно здорово сыграл сэм он сделал колоссальный ход f5 жертва пешки блестящий ход почему жертва пешки в самом b4 но он то это видел теперь он врывается еще врывается выигрыша прямого вроде бы нет есть защита поскольку черный атакует с ванана ц1 но теперь же 7 под атакой здесь вот этот ход вроде пытаться вскрыть линии как то ну не получается ничего черный ферзь не может ладью забрать надо слона защищать и а3 ну вот под это дело они в общем то уже где то вот приблизились к контролю на сороковом ходу выиграли белую пешку это 39 ход ну не знаю смотря на то как вообще сколько было всяких перипетий в других партиях ну все таки можно поверить что сыграй здесь Никита ну просто такой ход ну сделай отними поле на d5 у белого ферзя ну я понимаю черные ничем не грозят но белому тоже надо как то выиграть не поведут же они пешку вперед а цену открытия своего короля ну непонятно еще еще игры и игры на вот такой ход ну знаете я себя много раз ловил что вот какой то момент нервы не выдерживает и просто хочется разменяться уже нет сил ну может мне простительно все таки возраст но Никите в его возрасте 33 года нельзя такие ходы делать ну разве можно отдать отдать партию таким путем даже если объективно уже было проигран ну хладнокровный американец все реализовал я понимаю что Никита рассчитывал на эту связку ход с воном на f6 но не получается поле g5 то у него нет а забирать это уже оказалось очень медленно уверенно шенк вон играл но не так то это трудно ну в общем разобраться что к чему когда и время есть и видно что успеваешь слона защитить воде h6 сдался в дегов вот так вот ну ой не знаю что-то забыл даже на часы посмотреть сколько это у нас уже все длится но ладно еще один эпизод вообще в турнире мог образоваться единоличный победитель если бы следующая последняя уже партия которую я покажу сегодня закончилась победой одного из участников на что шансы то были в общем антон гухара белыми против феруджи ну феруджи палец староиндийской ну я не знаю я сам этот дебют достаточно много играл а уж против него не знаю сколько раз ну как то не модно это сейчас ну в общем ничего он не показал попал вот этот подстандартный зажим вы посмотрите партию из варианта петросяна с д5 ну центр он вскрыть не сумел в общем эта позиция уже по моим представлениям очень плохая у черта надо все таки вскрывать линию ц чтобы белых отвадить от этой идеи аркироваться в длинную сторону но не получилось в общем когда в этом положении он сделал ход в воде f4 ну критиковать этот ход уже не нужно поскольку а что еще делать ну заберут белое на е4 ну и поведут пешку аж вперед невозможно же вывести ни свона g7 ни коня ну правильный ход типовой так как глигорьич еще играл много лет назад но наверное все таки недостаточно здесь они сделали опять кучу ходов ограничиваясь фрагментами и пришел черед здесь антона гухара занервничать наверное время было мало все таки так неожиданно вдруг близка победа в турнире ведь выиграл он просто он закончил бы турнир на плюс 2 и первое место всего то осталось как говорится елки зеленые ну посчитать на два хода да нет здесь защиты никакой слон g7 бесполезно ходить белые просто пойдут в воде аж один уйти конем ну даже не знаю ну шах наверняка можно дать еще шах кучу g5 пойти ну о чем мы здесь с вами разговариваем тут разговаривать просто не о чем просто выиграно убил этого он не нашел перевел почему-то ферзя на h1 ну и здесь просто последовал зевок еще вторая возможность была у антона гухара выиграть эту партию если бы он правильно отступил об ладьёй ну чтобы защита добавить немножко этому коню на c3 ну не важно что эта пешка теряется пошел бы сюда но здесь ничего не проходит никакие взятия на коня то что белый с шахом берет пришлось бы наверное пойти слун е5 ну а тогда уже белые начинают атаку ну все заканчивается ладья висит наверное ферзь h8 белые могут добавить ну в общем все ладья h4 это грубый был зевок и теперь вот так вот получилось не заметил он этого было два взятия сороковым ходом два взятия было на на f4 с любым взял этой ладьёй партия закончилась бы в ничью немедленно поскольку наверное так надо ходить и здесь черный объявляет вечный шаг королем лучше нос не высовывать это плохо закончится матом закончится дело поэтому давайте-ка все-таки серьезно к этому относиться и согласимся на ничью ферзь е5 ферзь е2 ну взял другой ладьёй ну ладно это уже цветнота тем более шок от того что это отзывка здесь уже было кисло продумал довольно долго давид видел конечно что надо было пойти ферзь b1 но уж слишком кисло как-то этот эншпиль играть ну не знаю тут что и те этой ладьёй ну ну какая равенца конь d7 пойдут сюда это возьмут конь c5 поставят у черных все защищено король подходит к пешке же наверное её выигрывает ну в общем очень-очень тяжело здесь а главное что противно после того как контролировал всю партию ну взял как говорится на удачу ну удачи никакой здесь не должно было быть ну дай алиреза этот шаг сначала не важно куда этот король идёт ну так ну белый же вообще ничего нет нет ни одного хода в одессе е4 нельзя уйти там мат сразу получаем ферзь b3 ну может быть черные конь c5 пока не угрожают поскольку будет владея f8 шаг но белым вообще-то ещё ход какой-то надо делать а есть ли вообще ход у человека не исключено что черные могут конь е5 пойти ну проигран он пошёл конь d7 сразу алиреза и 9 увидел но он пропустил что белые выводят короля из опасной зоны и теперь блестяще проявил мужество давид антон гухара и всё посчитал что он отдаёт ладью но эти шаги лишние были но всё равно ладью приходится бить и удивительным образом делает ничью вечным шагом трудно поверить да что конь так близко к королё убежать невозможно согласились на ничью так что пришлось им плей-офф играть ну ладно итак видео получилось очень длинное спасибо вам за внимание с вами был гроссминистр Алексей Ермолинский переключаюсь теперь на на Аэрофлот Open и до следующих встреч